Через неделю мне будет 71 год. Я жду подарки учеников. Какие? Вот такие вот, как Юрьевна Александровна. Подарки — это фотографии или это саженцев, или это черенки, которые привиты, или это косточки. Здравствуйте, у Рекон Стенис. Пробное письмо. Здесь я отправляю фото своего Серафима в первом браке абрикосиков. Место расположения. Ой, только сейчас сообразил. Серафим же это у меня культурный, культурнейший. Так, ну, плоды совершенно Серафима не похожи, в жизни бы не узнал. Вот так оно и бывает. Мы про это тоже поговорим. А то железо какой-то там, этот, селекционер какой-то там, этот, что ты понимаешь? Вы посадите, вырасят, потом вот так, спорьте, что это такое. Ладно, местное расположение. Я хотел бы лучше в Ромской области, а Глазский места не хотел. Ну и правильно. Наверняка вокруг ничего этого близко ни у кого нет. Чтобы у всех такое было, можно было приглашать. А у нас что? Один на сотню здоровья на тысячу. А жизнь ведь не прошла. Вам большое спасибо за ваши труды. Желаю здоровья. Вот. Вопрос. Вот. Гражданин Ремен. А первое, это Академия Ремен, не ваш родственник? Вот. Вероятность, что 0,1% есть. И второй вопрос. Из чего это выросло? Пожалуйста, ответьте. А вот и вы, Рисандр, родной. Спасибо за эти подарки. Лучшего подарка не придумать. Вот это уже вижу, уже больше серых ему похожих. А это как-то посветлее. Ладно. Горолей, вы знаете? Рядом с вами. Не могу остановиться, успокоиться, но украл у меня официально 6, на самом деле больше фотографий. Сады Урала. Да? Миралеева. Приклеиваю это, присобачиваю. Теперь она хозяйка этих фотографий, а я уже никогда. Так вот. Я обращаюсь, пользуясь случаем. Вы рядом. Может быть, что-то знаете о них. Может быть, вы этот Серафим у неё... Нет, вы сказали мне спасибо. Ладно, не буду придираться. Серафим мой. А... От неё что-то есть. Были у неё питомники. Ходили по саду, вас водили. Как мы водим всех сотни гостей, мы водим по саду и угощаем. Вот. Скоро будем угощать. Первый упал. Абрикосик. Вот он. Ну, он первый. Он зелёный фактически. Мелкий ещё. Это королёвский. Но уже можно чего-то там поднять. Так вот. Миралеева тщательно скрывает. Если у неё сад. Если у неё те самые сливы, яблони, абрикосы, которые из моих фотографий. Ну, хотя бы что-то похожее. Похоже. Вот. Я её кусту только так, по ходу. Потому что вы рядом. А вдруг что-то знаете. Вот красота какая. Ну, теперь я вижу, что Серафим. Самый яркий в нём. Жанна Соколова. Соло Пова, извините. Хотела попробовать вырастить персик. Я из Новосибирска. Абрикосы выращены из вашей кости. У меня растут больше 10 лет. Хотела бы приобрести саденцы, способные оплодоносить при наших сибирских перепадах погоды и зимних морозов. Тут я же ленился. Это жадно. Дорогая. Вот. Больше 10 лет. А фотографии. А мы с вами так. Я не могу отсюда перенести. С фатсапа. А вы не можете меня туда отправить. И что получается? Так. Солопа. 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 Ага. Ладно. Я всё равно. Подарок-то я всё-таки получил. Новосибирск. Внимание. Первая фотография. А, надо её увеличить. Первая фотография. А это я подарки получаю. Я сейчас... Можете мне называть Остиком Ио. Вот. У него тоже были очень хорошие подарки, но мои лучшие. Это то, ради чего я живу. Вот это посмотрели. Ну, так получилось, что большой экран не получается. Ничего. Вот очередной подарок. Это не все подарки. Ну, давайте ещё раз берём её письмо. Кстати, тут звук получился у вас тихий-тихий. И я увидел только одно. Услышал. 45-47. Ещё раз 47 минус. Вот. Теперь так. То есть, не всё так благополучно. Возможно, это вот прошлогодний выражает. Ну, сейчас действительно. Откуда в Сибири? Если у меня первый ещё упал зелёный. Вот. Скорее всего, в прошлогодний. Скорее всего, у вас дела похуже. И, может быть, даже в этом году. Не мог разобрать. Может, даже в этом году у вас ничего и не было. Я имею в виду этих плодов. Так. Вы пишите. Хотела бы приобрести саженцы, способные переносить при наших сибирских перепадах погоды и зимних морозах. Ой. Хотели бы персик ещё. При персик скажу. 100% укрытие под снегом. Кажется, Сергея, персики привитые уже все. Как это слово такое подобрать? Забронированы. Косочек у меня ни одной. Спасибо, не всё погибло. Видели мои фотографии? Восстанавливаются. Вот. Раз. Или это два уже. В общем, теперь. Санкции способны плодоносить. Ну, судя по этому. У меня такое подозрение, что в этом году у вас в жаре не было. 47 градусов. Поэтому. Возвращаясь к тому же. Если про абрикосы. Сыновья манджурца. Так. Это предел морозостойкости. Это тоже плодоносит. Но не сильно густо. Патриарху. Его бы ещё бы лучше. Но дело в том, что Сергею всё достанется, скорее всего. Так. Если говорить про сливы. Китайские сливы. Это гарантированный урожай. По крайней мере, всегда в наших краях. Так. Хотя этот год тоже особый. Слабый урожай китайских слив. Никогда такого слабого не было. Последнее. Я познакомился с ними. В 85-м году. С китайскими сливами. С тех пор. До сих пор. Они плодоносят. И ежегодно. А обильно. И только в этом году. Слабый урожай. Но есть. Но слабый. Но есть. Но слабый. Вот. Всё, что я хочу сказать. Вишни сибирские сады мороза не боятся. Можешь скотчек начинать. Тем более. Мы саживаться не выращиваем. Вот такие вот. Коротенький такой доклад. Результаты в садах учеников клиентов. Это мне прислал. А. Сафронов. Сафронов. Или просто Сафронов. Или Антон Валерьевич Сафронов. А. Только сейчас до меня дошло. Что же это. Среди моих этих друзей есть два Сафронова. Ладно. Не будем уточнять. Я живу в Подмосковье. В Чеховском районе. У меня сейчас начался созревать. Ваш песик Хасанский. Посаженный копчиками. Пять лет назад. Вкус этого песика я не сравниваю с покупными. Очень сладкий. Приятная кислинка. Сочный аромат. На Коске реку отделяется. Почва с углей на кого. Часто пересыхает. Грунтовая вода далеко. В этом году заплодошено одно дерево. Сами сбросили зависть. И все Коски. Спасибо вам за ваш труд. Удачи. Здоровья. Лариса Латышев. Ага. Фамилия очень такая звучит. Поэтому я вас вроде бы помню. Так. И вот эту фотографию где-то я видел. 105 грамм. Ну ладно. Не буду придираться. Возможно я уже когда-то показывал. Не все. Привет из Санкт-Петербурга. Привет петербургцы. Потому что у вас много. И вот один тот же вопрос. Будет ли расти? Отвечаем. Здравствуйте. Уважаемый Валерий Константинович. Посылаю вам небольшой фотоотчет. Это ваш Манджурец. У нас в Санкт-Петербурге. Шесть лет назад получил от вас косточки. Косточки. А в неравшее время, знаете. В последнее время я как бы мысленно разговариваю с Ольгой Исаковой. Такая, знаете. Оппонентка довольно жесткая. Вот. И когда она написала, что про... Мне же еще раз покажу. Про шелотанство и обман. Вот. А у меня как дорожно. Вот уже идут, идут. Уже десятки, десятки, десятки фотографий. Десятка, десятка мест. Она опять все косточки. Это же не я пишу. Ирина Самойлова. Пожалуйста, Ирина. Вы живой человек. Видите? Поэтому попробовать мне теперь Ольга Исакова. Сказали, что я сам вот это сочиниваю. И вот в этом году первый рожай. Конечно, не больше 25 штук. Но за то, какие долгожданные. Что интересно, они сладкие, ароматные, без горчинки. Ура! У меня есть свои костики. Вот вы молодец. Помните, я тогда не ругал, а в жюри одной из наших. Умудрилась вырастить мои абрикосы. Получить урожай. И, наверное, без нескольких ведер. Она же сказала, что она продавала на рынке. Люди удивлялись. Вот. Когда шумудрица вот такое богатство продавать и ведрами. А? Когда каждая кочка на ее золото. Вы тот человек, которому я поверил, и у меня все получилось. Низкий вам поклон. За вас не ценимый труд. Я желаю вам всех благ. Каждая Мирина Самойла. Еще один подарок я получил. Вот он. Ну, что я скажу. С чего началось? Ну-ка. Что, какие именно? Именно. Манчжурия. Манчжурия. Ну, ничего. Ну, это бедная Ольга Исакова. Она над тайком смотрит. Потому что больше негде научиться вращивать. А я посмотрел ее фотографию. Все-таки любопытство победило. Вот. Последняя со мной девчонка в дочке годится. Поэтому я что скажу. Ольга Исакова. Еще долго буду вас вспоминать. Потому что вы так все-таки не извинились. А мои, как бы сказать. Ну, сейчас я подобрел. Вот сейчас, посмотрите. Подобрел. Вот. Я просто буду вас вспоминать, что говорит Ольга. Ну, посмотрите еще один случай. Вот. 101. Ну, где они дикари, а?